Без электричества осталось более 73 тысяч человек, 90 социально значимых объектов в Одинцовском и Нарафаминском округах, а также в Апрелевке и Краснознаменске. Причина – авария на одном из самых загруженных питающих центров встреча. Возобновить подачу электричества нужно за считанные часы. Готовы ли к такому развитию событий ответственные службы выясняли в ходе противоаварийной тренировки. Цель была отработать взаимодействие между всеми структурами, которые участвуют как в теплоснабжении потребителей, так и в электроснабжении потребителей, с тем, чтобы не допустить подобных катастроф, которые были в Плимовске, Московской области, или подобных событий. Активное строительство многоквартирных домов, постоянно растущий частный сектор и капризы природы, такие, как были этой зимой. Все это приводит к увеличению нагрузки на действующие сети. Поэтому надежность электроснабжения будут повышать. И не только с помощью таких тренировок. На федеральном уровне губернатора Московской области обращался, нас поддержали по строительству совместно с ростфетями трех новых питающих центров Московской области. Два центра появятся в Раменском округе и еще один в Чехове. Впрочем, этим программа модернизации распределительных сетей не ограничится. Большая программа модернизации распределительных сетей. То есть перевод 6 кВт на 10 кВт и ремонт и развитие 10 кВт на сети. Это такие мероприятия самые крупные. Плюс развитие трансформаторной мощности, развитие группировки передвижных электростанций. Тренировка в целом прошла успешно. Хотя некоторые вопросы все же появились. В течение лета отработают и их, подчеркнул Евгений Хромушин. Именно поэтому и важно проводить такие учения, чтобы в случае реального ЧП никаких заминок в ликвидации его последствий не возникло. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин